Приятно, что победили. Тяжелая была игра. Ребята выдержали за это. Им большое спасибо. Ну и, конечно, были ошибки, которые мы постараемся в ближайшее время исправить. И, конечно, много ребят, которые в прошлом году были, скажем так, дублерами, которые выходили на замену. А сейчас они выходят в стартом составе. Поэтому, конечно, еще приходится непросто осваиваться. Но они молодцы. Будут каждую игру прибавлять. Здесь, наверное, нужно отдельно выделить Дмитрия Рыбчинского, который был действительно дублером. А сейчас он уже один из лидеров команды. Это, наверное, чувствуется и по его обычной жизни. Парень взрослеет. И какое участие вы в этом принимаете? Ну, надеюсь, самое непосредственное участие. Но Дима молодец. Мы его ждали. В том году, конечно, у него было меньше игрового времени. Но мы видели, что у него большой потенциал. И технически он оснащен невероятно. Но в этом году лидеры ушли. Пожалуйста, он играет и прибавляет с каждой игрой. И мы на него очень рассчитываем. Третий раз в этом сезоне «Локомотив» ведет со счетом 2-0. Вначале упустил победу, потом чуть не упустил. Сейчас, наоборот, преимущество увеличил. То есть, видимо, работа над ошибками идет. И ребята теперь более сконцентрированно относятся к таким моментам. Ну, мы надеемся на это. Но, конечно, в этом-то и проблема. Что они в прошлом году были дублерами. И сейчас они выходят, играют 90 минут, многие из них. И, конечно, эта психология у них, конечно, еще, я думаю, что страдает. То, что у них вроде 2-0, как в игре позапрошлой. Мы играли игру. И при счете 2-0, конечно, идет психологическое расслабление. Ну, они просто молодые. Можно даже перенести это на основной состав. Когда 2-0 ведут, вроде взрослые ребята, профессиональные футболисты. И упускают победу. Ну, они молодые. И, конечно, они учатся. И надеемся, что они будут прибавлять. В этом плане тоже. Продолжение следует...